Прямо сейчас мы откроем Евдбокс! Просто нажимаю открыть! Давай! Давай! Ау! А вот это прям что-то с чем-то... Так-так-так, почтаны, здарова! Перед началом этого видео хочу сказать, что видео запрятан в промик по буквам! То есть, если вы будете смотреть видео от начала до конца без перемоток, то вы получите на халяву рабочий промик на Аркану! Статрек! Поэтому мой вам совет, смотрите видео очень внимательно! Если вы это видео даже смотрели, потому что я его перезариваю второй раз, потому что у меня был черный экран в полвидео, то все равно посмотрите, потому что там, ребята, будет настоящий промик! Возможно, даже не один! Всем удачной активации промика! Здарова всем, ребята! Кентуха на проводе! И прямо сегодня я вам покажу, какой же был стенд-офф 2 5 лет назад! Потому что прямо сегодня я зайду на самую первую версию стенд-оффа! Вам не показалось, это будет полный разнос! Поэтому, ребята, пожалуйста, прямо в эту секунду прожмите лайк! Лайк за такое крутое эксклюзивное видео! Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите в комментариях, какая версия стенд-оффа вам нравится больше всего! Ну а мы начинаем! Ну что же, ребята, добро пожаловать в одну из самых первых версий стенд-оффа! Вам не показалось! Это версия 0.3.0! Что же я вижу? Я вижу максимально стрёмный интерфейс! Не знаю, как вам, ребята, но мне уже плохо! Я уже не хочу это смотреть, я не хочу это видеть! И дрыть колотить! Что бы я там ни говорил, но знаете, разработчики, вы молодцы! Вот реально, ну сразу видно, за 6 лет всё поменялось максимально кардинально! Так, ребята, прямо сейчас мы попробуем поиграть в командный бой! Вам не показалось? И знаете, в чём прикол? Потому что раньше назывался не командный бой, он назывался... Он вообще никак не назывался! Ты просто нажимаешь в клубку и играть, и всё! Там не было ни союзников, ни мема, ни закладочки, ничего! Как же раньше выглядел магазин! А вот прям вот так вот, посмотрите, ребята, вверх! Да, вот так вот! То есть в магазине не было вообще ничего! Магазин был больше положен не на магазин, а на инвентарь! И в магазине вы могли открыть или оригин кейсик, или оригин боксик! Блин, посмотрите, какая приятная цена! Всего лишь 100 голдишки! Так, ну чё, ребят, мы купили только что оригин боксик, и давайте мы прямо сейчас попробуем его открыть! Вы посмотрите, как же всё это страшно! Ведь чё, ребята, блин? Вот это стрём! Это самая первая версия стендов, прикиньте! Как же раньше был реализован осмотр оружия, он был максимально страшным! Вы видели, что такое что было? Это я смотрел АКРТХ! АКРТХ! Обалдеть! Ха-ха! Вы знаете, что я думаю, был бы класс, если бы было пашу на времени, я в то время накупил бы АКРТХ очень много, и сейчас бы стал бы миллионером! Так, ребята, и нам выпал М4 Тайгер! Камоночка! Ну, в принципе, шоранжа падала как ага! Что сейчас? Я, Синпи, никаких наклеечек, ничего не было! Вы знаете, что было? Крафты! Почтины, прикиньте, реально были крафты! Вот разработчикам за это респект! Кланов тоже не было! Знаете почему? Да потому что они в разработке! Ну, а прямо сейчас мы, ребята, поиграем в режим командный бой, который был миллиард лет назад! Вначале, когда вы заходите, выбираете команду, посмотрите! А теперь посмотрите на эту карту! Вы скажете, какие-то ПК! Ты чё, Сас, ну, ехал! Это чё за карта? Сынешь ты, перхоть! Братва, говорю сразу! Карта настоящая! Не обман! Реально была! Знаете, почему ее брали? Потому что это плагиат карты из CSGO! И разработчикам дали по шапке и сказали! Слышите вы, перхоть! Ну, что плагиатите! Им пришлось удалить! Но, тем не менее, прикиньте! Самые олды, самые первые игроки! То есть, те игроки, которые начали играть более шести лет назад! Они застали это золотое время! И не успели поиграть на карте! Она называлась The Bust 2! Не The Dust 2! The Bust 2! Именно так и называлась! Ну, чё, ребят, посмотрите на этот прицел! Я смотрю на прицел, мне реально плохо! Ха-ха-ха-ха! Также разработчики поменяли анимацию! Вид рук, всё поменяли! Блин, как же это всё очень! Не очень! Кстати, да, посмотрите, раньше, если вы играете за Терров или за ГТ, вы могли всё равно скупить и М16, и АКР-12! Также, посмотрите, нету ни пулемётиков! Нету ни дробошей! Ничего нету! Это самое первое вересе стендоффа, ребят! Но я, скажу честно, это очень круто! У меня очень тёплые воспоминания! И реально я кайфую! Блин! Ну, я хотел бы поиграть в это! Почему? Прожмите в полицию в комментариях, кто тоже хотел поиграть! Прямо сейчас мы пробуем пострелять с дегла! С дегла это будет просто что-то с чем-то! Посмотрите на эту отдачу! Тут вообще нереально по никому попасть! И самое странное, почему диггл на полэкрана? Чего такой здоровый? Как моя волына прям! Ну, вы посмотрите, какой он здоровенный! О! Это АВМ, ребят! От Савика, посмотрите на эту отдачу! Просто ты стреляешь! Это тупо на 100 метров относится! Посмотрите! Просто нереально так стреляешь, чтобы тебя не отнесло! Ты стреляешь и просто играет влево-право дергает, как будто у тебя какой-то приступ! Это наша с вами история! Это наш с вами любимый стендовчик! Я понимаю, что большинство из вас даже не играли на этой карте! Многие из вас даже не понимают, что происходит! Вот, ребят, ну реально, вот раньше первый стендов был таким! Каким же была первая версия карты провинции, ребята? Сейчас я вам всё-всё-всё покажу! Во-первых, карта провинции была в три раза меньше, чем сейчас! Я вообще не знаю, как раньше играли на карте провинции! Ё-моё! О, это очень почувак! Это народное казахское блюдо! Так, ничего почувак! Погнали, посмотрим! О, скутер! Ё-моё, садись, уезжай! Ха-ха! Если честно, мне очень непривычно смотреть на такую провинцию! Какая она маленькая! И на плент-А был всего лишь один проход! Всего лишь один проход на плент-А! Чего вам не показалось? Это просто какой-то полнейший абсурд! Полнейший бред! Ну, раньше вот так вот... О, сейчас будет самое интересное, ребята! Это мид! Лошадка! Если вы не видели эту лошадку или её не застали, мне с вами не о чем говорить! Потому что, ребята, каждый уважающийся спиндофер должен знать про эту лошадку! Сейчас эту лошадку убрали! На место её поставили бочку на миду! Эх, разработчики, разработчики! Новые перхи-то волосатые! Блин, жалко лошадку! Хорошая была, хорошая была! Такая, прям, самое то! О, прям сейчас идём на плент-Б! Да, ребята, это плент-Б! Просто залезаешь в фургончик и плентишь! Вы посмотрите, как же тут мало места! Такое ощущение, что это, знаете, как будто ЗБ только там 2 на 2 или 3 на 3! Вот, вот, о! Для союзников это была бы идеальная карта! Ну, чтобы играть полноценно, эта карта была максимально-максимально маленькая! Вот такая вот раньше была провинция! Это, мало ли, вы даже не знали! Будете знать, почему! Ну, а прямо сейчас я вам покажу самое-самое интересное! Это как же раньше выглядели инвентарь и рынок! Обратите внимание на весь этот инвентарь! Он весь состоит из Origin коллекции! Знаете почему? Да потому что Origin коллекция раньше была максимально дешевая! Ну что же, давайте смотреть, как же выглядел рынок! Мне очень интересно посмотреть, какие же раньше были цены! Раньше AVM Sport 2? Это было, как сейчас, AVM Treasure Hunter! Хотя нет, еще реже, потому что раньше AVM Sport 2 не было вообще ни у кого! Их всего было 2 штуки! На весь огромный из стендов! Правда, он был тогда не такой огромный, как сейчас, но тем не менее! Desert Eagle Red Raven стоит 0,6! P350 Forest Spirit 280 голдишки! Ну, кстати, я вам скажу так! Арканы, что раньше стоили дорого, что сейчас не стоят дорого! То есть не было такого, что не стоили прям максимально халявно! А вот AKR 12 Railgun, это лендарка из Origin коллекции! Сейчас стоит в 15 раз дороже! Потому что сейчас нас стоит примерно 450 голдишки! Я грибу, а левобу! Вот это были цены! Так, ребята, давайте сейчас попробуем отфильтровать цены! И посмотрим, какие же были самые дорогие арканы! Самая дорогая аркана из пистолетиков! Это G221S! Из AKR-ов, это AKR Treasure Hunter! Целую тысячу голды, прикиньте! Я просто, чтобы понимали, раньше, когда у тебя есть тысячи голды, это как сейчас, когда у тебя есть 100 тысяч голды! Раньше ты был просто мультимиллионером, если у тебя есть AKR-ТХ! А если у тебя еще есть M9, Bayonet, Dragon Glass, то ты просто вообще нереальный тип! Обратите внимание на цены! То есть тут есть и Origin коллекция, и Rival коллекция, которую сейчас, к сожалению, уже удалили! По секрету, следующую коллекцию, которую удалят, это будет Fable! Поэтому закупаем! Закупаем! О, вот так вот раньше выделил фильтр! Чего? Вау, блин! Я себя чувствую дедом, потому что, когда я начинал играть стендов 2, вот я примерно начинал с такого же стендов, то есть, чтобы понимали, насколько я старый, я помню вот этот вот весь инвентарь! Ну а прямо сейчас мы, ребята, переходим на Desert Eagle Blue! Это Origin коллекция, и вы посмотрите, раньше даже не было цены! То есть ты просто выставляешь на рынок, сколько хочешь, и все! Не было запрос на покупку! Ну просто не было! Ты, то есть, написал запрос, сразу купил, и все! Ну не было запроса, прикиньте! Блин! То есть вот так нажал и купил! Ошибка! Кто-то уже это купил! Ну, слушайте, тут, в принципе, механика очень сильно не поменялась! Есть, что я скажу! Что раньше лагало меньше! Так же, давайте посмотрим, какая же раньше была анимация на ножичек М9! Я вам скажу только одно! Походу, ничего не поменялось! Ну, разработчики на елке-палке-то! Можно же было и поменять что-то! Не, ну вот бессовестные! Вот неводники-то! О, а прямо сейчас я вам покажу прикол! Как же раньше выглядела статистика? Она выглядела примерно вот так вот! Вы спросите, агент ПК, почему был именно такой дизайн? Да, потому что разработчики все с плагиателем! УКС! Да-да-да! Поэтому был вот именно вот такой дизайн-статистик! Самый первый пацан в мире! Вы залезаете внутри два ящика! Оп! Запринешь братьку на голову! И ты видишь просто всю провинцию! Ха-ха! Блин, ребята, это самый первый пацан в стендопе! Это очень приятно смотреть! Потому что сейчас их пацаны уже штук миллиард! Ну, а раньше их просто-напросто не было! Вот-вот, пацаны, ребят, смотрите! Учитесь, обучаетесь! Просто засел тут и просто ждешь пацанов, чтобы они пошли тебя пушить! И просто ставишь демаслины! ГВП! Ой, ребята! А сейчас будет очень интересно! Потому что я вам покажу самую первую версию карты! Зона 9! Какая же она была великолепная! Уважаемые разработчики! Если вы меня смотрите! Я хочу подписать петицию, чтобы разработчики добавили старые карты стендов! Ну, я хочу зайти в них поиграть! Ну, почему мне нельзя? Кто с вами согласен? Напишите, я поддерживаю! Ребята, ну, давайте без шуток! Реально, все пишем! Я поддерживаю кента! Добавьте старые карты! Ну, посмотрите, какая же классная карта! Как же мне уже надоело играть на этих пяти картах! Хочу новые карты! Новые! Да, прикольно! Да, круто! Да, там металлоискатель! Да, все дела! Я хочу поиграть на этой карте! Понимаете? Мне слишком мало просто смотреть! Поэтому, пацаны! Если много будет хороших комментариев, то, думаю, разработчики добавят! Так, что это у нас такое? А, раньше же тут не было прохода! Прикинь! Это сейчас тут есть проход! Раньше там прохода не было! Раньше так идешь по прямой и все! Еще один очень интересный фактор! Раньше плент Б обозначался как плент А! Вот посмотрите на мини-мапу! Чисто два плента А! И раньше это был дисбаланс! Потому что к вам противники могли зайти только с двух сторон! Это сейчас-то можно сверху, с девятки, снизу, обойти, с мета и тому подобное! Раньше ты просто поднял плент Б и ты был в выигрышной позиции! Вау! Вау! А вот это прям что-то с чем-то! Это, так сказать, секретная комната! Типа офис разработчиков! Очень прикольно! Очень классно! Очень жалко, что убрали! Потому что, ну, реально интересно! Чисто, он закрестил! Запрятался в углу! И просто ждешь противника! Все, ГВП! А вот это был мид! Да! Весь мид можно было бежать в секунду, наверное, за пять! Какой же он маленький! Да, ты хочешь пойти, но ты можешь пойти на плент А! Только через эту маленькую дверь! А теперь самое интересное! Как же выглядел плент А! Вау! Как же это красиво! Это прикольно! Что? И самое главное! Уютно! Ну, а вы чувствуете тоже вот через экран? Вы чувствуете это чувство уюта? Напишите в комментариях! Да это же самая классная карта в мире! Блин, это еще лучше, чем старая провинция! Вау! Вау! О! А что это такое? А, это какой-то генератор! Кстати, да! Я как-то не обратил внимания! Обратите внимание на нож! Это что такое? Это раньше так М9 так держался, да? Это М9 Байонет Универс? Как-то... Ну, сейчас же он другой, нет? А сейчас мой вам совет! Уберите детей от экрана! Потому что мы откроем гифтбокс! Просто прикиньте, сейчас это 30 кголды! Раньше просто вот так люди открывали налево-направо гифтбокс! Если бы они знали, что все эти гифтбоксы будут потом на рынке, будут стоить очень дорого! Их бы никто не открывал! Ориджин-боксы, прикиньте, просто раньше все открывали оригин-кейсики! Ориджин-боксы просто брали и открывали налево-направо! Ай-яй-яй! А я вот смотрю, мне аж плакать хочется, когда открывают оригин-кейсики! Сейчас один оригин-кейсик стоит 5000 голды! Раньше он стоил 100 голды! Прикиньте, в 50 раз подорожал! То, что вы видите, это не кем-то пока сошел с ума! Просто раньше, вот так вот выглядел! Обычный инвентарь, обычного школьника! Никого не было, ни ножей, ничего! Это самый типичный инвентарь типичного школьника! Прикиньте! Это сейчас вы уже разбогатели все! Ну а сейчас будет что-то с чем-то! Вы видите, сколько раньше гифтбокс стоил на рынке! Да, он был на рынке! Он стоил 30! 30 голды! 30! Блин, ребята, если вам тоже хочется плакать, поставьте лайк на это видео! Подпишитесь на мой канал, будем плакать вместе! Потому что гифтбоксы раньше открывали налево-направо! Никто вообще не экономил голдишку! Знали бы они, сколько все это будет стоить! Погнали открывать! Блин, ребята! Но я скажу так! Что раньше, что с гифтбоксиком падало полная лажа! Что сейчас? Поэтому ни на что нормальное не рассчитывайте! Ну что же, мои уважаемые подписчики! И на фоне этого нашего с вами, ребята, старого стендоффа, я хотел бы закончить данное видео! Я вас прошу только одно! Прожмите лайк на мое видео! Подпишитесь на мой канал! И напишите любой хороший комментарий! И самое главное, братва! Подпишитесь на мой телеграммчик! Потому что именно там я буду раздавать настоящий рабочий промокодик! Да! Это гифтбокс! Все, ребята! Всех люблю! Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok